Спустя год в Северодвинском суде наконец-то появился председатель. Городскую эфемиду возглавила женщина Надежда Курсова, бывший председатель Ломоносовского районного суда Архангельска. В интервью нашему телеканалу первая женщина председателя Северодвинского городского суда рассказала о своих обязанностях, о качестве работы судей и личном опыте и семье. Ни секретаря, ни помощника кандидатов Надежда Курсова пока присматривает, говорит, таких несколько. Председатель Северодвинского городского суда второй день в новой должности. С коллегами познакомилась, личные вещи еще в пути. После выходных планирует разбирать коробки с деловыми папками. Мантию привезет также из Архангельска. С работы подчиненных знакомится по конкретным материалам. Но за Северодвинским судом наблюдала много лет. Северодвинский суд занимает по служебной нагрузке второе место в области после Октябрьского районного суда города Архангельска. Как определяется эта нагрузка? Просто по количеству? Количеству поступивших дел и материалов, рассматриваемых судом. Какие-то цифры можно поднять? Цифры. За 9 месяцев 2016 года Северодвинский суд рассмотрел более 12 200 дел и материалов. Это очень большое количество дел. В кабинете раньше был мужчина. Вы как женщина что-то принесете в этот кабинет? Немножко изменю кабинет. Он такой грустноватый, действительно чисто мужской. Наверняка здесь будет море цветов, это понятно. Но все должно быть опять же в меру и по-деловому. А что вы говорите, зеркал не хватает? Зеркал однозначно не хватает. Я очень люблю зеркала, поэтому у меня должно быть в приемной, если гражданин придет на прием. Колоссальный опыт работы с 1984 года в качестве юрисконсульта с 98-го судебной практики. Ломонасовский районный суд Надежды Курсова возглавляла два срока подряд, почти 12 лет. За это время она вывела его на первое место в области по качеству работы. У меня синдром отличника изначально. Это, конечно, и мешает, наверное, в работе, потому что, когда ты требуешь от себя, это твое личное дело. Можешь сидеть до последнего и идеально все делать. Но ведь я еще и требую от других. Сначала всегда смотрю дело, чтобы мне было приятно. Внешне, да. А потом я уже вникаю в суть. Так, что у нас делал мировой судья? Что это за мировой судья? Так, почему он так сделал? Беру себе на заметку, если что-то мне не нравится. Мои требования связаны не с тем, что лично я этого хочу. Просто чтобы было все по закону, оперативно, красиво, чтобы не было описок в судебных решениях. Это очень обидно, неприятно и стыдно. То есть, что, во-первых, грамотность, внимательность, аккуратность. Гражданам, чтобы относились вежливо, несмотря на свою нагрузку. Если мне будет коллектив помогать и будет понимать меня, то все получится. Официальный рабочий день любого судьи с 9 до 18 часов. Режим работы Надежды Александровны почти 20 лет до 10-11 вечера и без выходных. Удивительно, но при таком ритме у нее полная семья – муж, дети и уже внуки. Все по жизни сложилось, хотя семье уделяло очень мало внимания, честно скажу. О чем очень жалею, но в то же время, если работа на первом месте, то надо было выбирать. Я, получается, выбрала карьеру, но в то же время, благодаря, наверное, моему мужу, что воспитали мы троих замечательных детей. А вот отпуск – это святое. Судье полагается отдыхать в год-два месяца. Семья Курсовых не ездит по заграницам. Любимое место – деревня в Верхнетоемском районе. Но на новом рабочем месте до отпуска еще далеко. После разбора бумаг Надежда Александровна приступит к семейным разборкам северодвинцев. Она будет вести гражданские дела. Валентина Приходько, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.